МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Самара заняла седьмое место в списке лучших городов для отдыха у рек и озер в апреле. На верхушке рейтинга по данным сервиса по бронированию отелей и квартир расположилась Казань, Нижний Новгород и Волгоград. Москва и Санкт-Петербург в рейтинг не включались. Воспитанники Белгородской спортивной школы Олимпийского резерва номер 4 приехали на сборы в Самару. Для них запланированы экскурсии, поход в бассейн, культурная программа. Спортсмен из Самары Кирилл Бородачев в третий раз стал чемпионом России по фехтованию. Он обыграл чемпиона России 2023 года Владислава Журавлева и олимпийского чемпиона Тимура Сафина. В финальном поединке спортсмен сразился со своим братом Антоном Бородачевым. Пол закончился счетом 15-5. В пользу Кирилла. Брат занял второе место. В связи с обострением паводковой ситуации на территории Самарской области ввели режим повышенной готовности. Ситуация в регионе сложная. В некоторых районах уже фиксируют подтопление. Вода прибывает быстро. В круглосуточном режиме работает областной оперативный штаб на базе МЧС. Проведена эвакуация населения в Большей Черниговском районе и Большой Глушице. На случай паводка в регионе подготовлено 213 пунктов временного размещения общей вместимостью более 47 тысяч человек. С 8 по 12 апреля в Самарской области изменят расписание электричек. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает пригородная пассажирская компания. Пассажирам стоит ознакомиться с новым графиком поездов. Более 250 тысяч жителей Самарской области проголосовали за благоустройство общественных территорий в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Отдать свой голос можно до 30 апреля на сайте 63.городсреда.ру и при помощи волонтеров. Всего в регионе на голосование внесли 101 объект. Пересдать один из предметов ЕГЭ в 2024 году можно будет 4 и 5 июля. Об этом заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышев предложил министру просвещения ввести дополнительную плату преподавателям за общение с родителями в мессенджерах. Предлагается принять за константу норму переработки в размере одного часа ежедневно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова